Здравствуйте! В эфире программа подробности. Потоки беженцев заполняют Европу. Мировая общественность взволнованно наблюдает за этим. Специалисты оценивают ситуацию как гуманитарную катастрофу. Между тем, истории уже известны подобные исходы целых народов. Чтобы разобраться в некоторых сложных вопросах, мы сегодня пригласили в студию доктора исторических наук профессора Петра Владимировича Акушина. Здравствуйте, Петр Владимирович! Здравствуйте! Если говорить о ситуации с беженцами в Европе, некоторые специалисты оценивают это как провокацию со стороны США и Турции. То есть сейчас Западная Европа не справляется с огромным количеством мигрантов и пытается перенаправить потоки в Россию, говоря о том, что беженцы-черкесы в Сирию теперь имеют право вернуться на историческую родину. Можем ли мы говорить вообще об исходе черкесов в какие-то иные страны? Был такой момент, когда в силу даже не внутренних проблем, не внутренних потребностей, а в силу сложных политических комбинаций, связанных, кстати, как и в современной Европе, на Ближнем Востоке, с амбициликих держав, часть населения Западного Кавказа покинула свою этническую родину. Это было завершение Кавказской войны, 1864 год, чуть после него. У нас и в советское время, и в наше время в составе Российской Федерации есть три субъекта. АДЕ, Кабардино-Балкария, и еще у нас есть Черкесия. Которая является государственным образованием в рамках нашей Великой Родины, условно говоря, говоря языком западным, черкесского народа. Это у них есть отличия этнические, языковые, но это очень близко к родственному народу. Кстати, Абхазы, они тоже очень близки по языку к этому этносу. И по большому счету тоже мотивятся их частью. Так что, действительно, для ряда жителей Ближнего Востока, Турции, Иордании, Сирии, их корни, их предков связаны с территорией нынешней Российской Федерации. Но там в чем сложность? Дело в том, что вот в той же Турции, хотя на турецкой власти дух зарабачивает судьбой черкесов в Сирии, черкесским вопросом в Российской Федерации, и игра в политику. Официально вот в России есть адыгейцы, черкесы, кабардинцы, миссисописность, изучение родного языка. Кстати, одну из специалистов этого этноса, я думаю, молодые люди очень хорошо знают. Певица Сати, я не помню, как ее фамилию. Казанна Валидина. Она, условно говоря, вот эта черкесская общность. И милая, красивая женщина, жизнь нашей великой родины. Но в Турции официально черкесов нет. В Турции нет кордов. В Турции официально живут только турки. И когда та или иная группа турецкого населения вспоминает о своих корнях, в данном случае это корды, то считается отдельным народом, их просто пытаются подавить. Отсюда конфликты. И вот я уж себе позволю, раз у нас сейчас с Турцией отношения конфликтные, и мы можем говорить без политкорректности, как есть, когда турецкая власть вспоминает о судьбе народов Западного Кавказа, в России эти народы есть. Были и всегда будут. Это наши сограждане. У нас в Северной Московской тоже живут выходцы из этого региона. Этнические адыгейцы, хорошие, достойные граждане нашей страны. А в Турции, так надо черкесов, нет. Хотя там есть люди, кто есть черкесские корни, кто помнит песни предков, слова, но официально там их нет. Есть только турки с черкесскими корнями. В общем-то, к сожалению, жалко, что так произошло, возможно. Но если дед Эксвестой, то произошло. Борьба за раздел мира. 19 век. Османская империя наслабела. Это предок нынешней Турции, Турецкой республики. Это не одно и то же, кстати. Отсюда захват, расширение, борьба. И Британская империя, которая владела огромным крестом колонии или, Господи, надавила беспощадно, очень заботилась о судьбе народов во владении других государств. Вот очень понятно, по лицу Соединенных Штатов Америки. И вот они пытались, черкесские племена, принимать на борьбу с Россией. Только соснов Чечни, Дагестана. Отсюда, так сказать, Кавказская война. Хотя, на самом деле, была не одна война, вот как до государства. Это был конфликт между Российской империей и местными племенами, кто длился более полстолетия. Петр Владимирович, вот в последнее время продвигается активная теория геноцида Российской империи против черкесов. В частности, в 2011 году в Грузии официально признали Россию агрессором и колониатором. Между тем, геноцид – это понятие, которое в себя включает осознанную политику государства, направленную на уничтожение целой народности. История не дает подтверждения фактам того, что Российская империя именно была агрессором и колониатором. Верно? Если применять это по отношению к событиям XIX века, о которых мы сказали сейчас. Вы знаете, любое присоединение, война – это конфликт. Но я думаю, что слово «геноцид» – термин, появившийся с событиями в Османской империи, когда с 1915 года живущие там, кстати, подданные султаны армяне, просто уничтожались физически. Только не просто подавлялись, а просто уничтожались. Это касается судьбы евреев Европы, в том мере войны. А вот после этого, к сожалению, эти таинские события стали использоваться, как часто бывает, любими добросовестными, вместо того, чтобы дать дань уважения, трагедии людей, в мелких политических махинациях. Ну, что говорить о грузинском руководстве? Я говорю не про Грузию, не про народ Грузии, а про тексту тому власти, когда ближайшие русские черкесов, абхазы делают все возможное, чтобы от Грузии делиться. То есть, на самом деле, Южная Осетия. Но случай, когда политическая игра, говорит о геноциде Российской империи народов Кавказа, и западного, и восточного, просто невозможно. Если посмотреть внимательно, то их численность под российской властью все время росла. И будут расти, и дай бог, чтобы они жили хорошо, из-за всевозможной конфликтной ситуации в жизни и жизни. Когда говорят слово геноцид по отношению политики Российской империи, не все там было гладко, были разные моменты, но вот в геноциде объявить никак нельзя. Это особенность его формирования Российской империи по всех возможных конфликтах. Тем не менее, геноцид, уничтожение новых подданных, кто бы с ней не было. Хотя они исключают и больших конфликтов, но жизнь и жизнь. Даже в наше время бывают конфликты. В любом самом благоустойном государстве. Возьмем современную Германию. Те руководители очень любят объяснять, как надо защищать права человека, всем, включая и нас, за что мы им очень благодарны. И когда мы им говорим, что у вас тоже есть проблемы, они почему-то обижаются, говорят, что это вмешательство в их внутренние дела. Очень они понимают, что они могут, а другим тоже самым делать нельзя. Называется политика двойных стандартов. Та же самая, да, Грузия, выбрав такой вектор политический, обвиняя Россию в том, что агрессор-колониатор, между тем преследует собственные цели. Известно, что под протекторатом Тбилиси идет грузинизация народов, поэтому и такие напряженные отношения Грузии, допустим, с Абхазией, и в Турции, например, если Конституция посмотреть, то каждый проживающий в Турции – это турок. А вот Россия всегда была многонациональной страной, и к нацменьшинствам всегда относились с особым почетом, уважением все, как вы сказали, были гражданами нашей страны. И с теми же самыми черкесскими, да, народностями. Да, Российская империя даже оказывала положительное влияние на развитие черкесов. Хотя они тоже оказывали шашлык, шашка, черкеска. Это все наследие общения с применением Кавказа, взаимобогащением, если взять русскую литературу Лермонтов, Толстой, Пушкин. Там эти народы, да, в тот момент, когда они воевали, и там были русские пленки в их руках, пока с уважением, с пониманием, как достойные люди, даже если иногда приходится воевать. Да, и много было в истории попыток дипломатическим путем решить какие-то конфликты, происходящие на Северном Кавказе, как во времена Александра Второго, например. Ну, я вам скажу, более того, что первые контакты вот с этой, ну, условно, скажем, Черкесией, да, есть по именаме, это XVI век. Одна из жен царя Ивана Грозного была родом оттуда, царя Ивана Мария. Потом турецкая вторжение, как раз помешало более плодонным контактам, хотя был такой старинный дворянский рот российский, князья черкесские, это потомки тех черкесов, которые осели в Российской империи. А, кстати, на Ближнем Востоке, Сирия, кстати, в Израиле есть несколько сел, где живут черкеса. Они попали, почему? Турки, приезжая из Черкесии, сплывали как военно-политическую силу. Помещали в Арабский, Станте, Турли, Болгарии. Ну, чтобы был конфликт в ситуации, по-моему, разделяй и властвуй. И вот и сирийские черкесы, и орданские – это наследие вот этой политики Османской империи. И когда сейчас на этих землях идут конфликты, проблемы, конечно, возможно, часть населения воспоминается их в давних корнях, но плюс, к сожалению, как и беженцы, сирийские, другие, они становятся, в общем-то, с заложниками грязных политических игр. Это жалко людей, но в то же время за каждую трагедию людей есть те, кто за нее отвечает. И в прошлом, и в настоящем. На этом я предлагаю закончить нашу беседу. С вами была программа подробностей. В гостях у нас был доктор исторических наук Петр Владимирович Акушин. Всего доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...